Всем огромный привет! Вы на канале Везде Хорошо, и я очень рада вас видеть вновь. Спасибо огромное, что смотрите наши видеоролики, которые выходят в принципе не так часто, как хотелось бы, но это просто потому, что у нас недостаточно материала. И именно поэтому мы решили ввести новую рубрику. Мы будем рассказывать новости из Таиланда, мы будем рассказывать новости из России, и еще я хочу вам показать наш родной город, надеюсь, что вам будет интересно. И также хочу сказать, что я бы с удовольствием дала рубрику новости из России, и поэтому если у вас что-то такое интересное произошло в городе, у вас есть видео или фотоматериалы, и есть целые статьи, то обязательно присылайте нам, мы все прочитаем, посмотрим и обязательно сделаем об этом выпуск. Ну а сегодня я хочу затронуть немного тему политики. Конечно, это не та тема, которую стоит обсуждать на тревел-канале, но так получилось, что все это взаимосвязано. Я человек, который не смотрит политические каналы, в том числе и канал Навального, но так вышло, что все это пересеклось в одном материале, поэтому я и делаю этот выпуск. Ссылочку на выпуск Навального с этой темой я оставлю внизу в описании, поэтому обязательно сначала посмотрите его, а потом переходите на это видео. Ну а если вкратце, то расскажу, что видео было про девочку-эскортницу, которая когда-то отдыхала с очень большими дяденьками и немножко рассекретила их информацию. И эта девочка, так как я думаю, что теперь у нее есть небольшое преследование в России, а точнее очень большое, она просто взяла, собрала манатки и отправилась в Паттайю. Сейчас я вам скажу, что ссылки не из достоверных источников, ссылки из групп ВКонтакте, которые я, естественно, читаю, потому что мне все-таки интересно, что происходит в том городе. Так вот, в общем, началось все с того, что я увидела пост, что некая рыбка находится сейчас в Таиланде и живет в Хилтоне. Ну, как бы тогда я не смотрела эти выпуски, мне было совершенно неинтересно смотреть. Но тут совсем недавно в одной из групп появляется пост, что задержали группу российских туристов, которые решили организовать секс-тренинги, и там была как раз-таки та самая рыбка. Я так поняла, что вокруг этих персонажей и так уже крутилось очень много всего, но именно здесь сплелись как-то звезды. Привет! Разместите анонимно, пожалуйста. Вчера вечером полиция задержала нескольких участников поездного тренинга Алекса Лесли по пикапу и соблазнению. Девчонки, кто подвергся нападению ублюдков, снимающих действия на телефон в период с 17 февраля по 25-й, в районе Джамтена, Волкин-стрита и Бички, найдите время сегодня заити на девятую сойку, напишите заявление. Если остались синяки, можно снять побои в любом госпитале. Прошло совсем немного времени и был следующий пост о том, что некоторых ребят под залог освободили из тайской тюрьмы. А именно эту самую рыбку засунули еще в более худшие условия, и теперь она находится в тюрьме, где существуют только бетонные полы и жалуется на то, что она застудила почки. Это кошмар. У меня знакомый как-то Денец сидел в тайской тюрьме, и то перешугался знатно, сказал это ад. А тут девчонка молодая. Русское консульство продажное. Настя рыбка заболела в тюрьме. Двое суток на холодном полу. Кровати нет, врача не предоставляют. Сегодня был суд. По суду выпустили под залог 6 человек, включая Алекса Лесли и Андрея Покера. Они были счастливы с Алексом и остальными. Их из суда свободных перевезли в эмиграцию. И в эмиграции сообщили, что после суда, несмотря на залог, их лишили тайских виз. Так, заплатив за каждого около 100 тысяч бат, они получили 10 минут свободы при перевозке из одной тюрьмы в другую. Суд разрешил выйти под залог, но, видимо, кто-то спровоцировал тайскую эмиграцию лишить всех виз за несколько минут. В суде вины свои они не признали, вина доказана не была. По статусу они должны были быть свободными, ведь они не виноваты и под залогом. Теперь их держат в условиях еще хуже. Бетонный пол, нет кровати, еда только что принесут. Врача к Насте не вызывали, она отморозила почки похоже. Состояние очень плохое. По данным наших очевидцев, кто-то из русского консульства воздействовал на тайскую полицию. Настя рассказала, что в тюрьме приходил человек от консульства и говорил Насте и Алексу, что лучше им признать вину и лететь срочно в Россию. Настя считает, что Россия стремится, чтобы она сгнила в тайских тюрьмах из-за дела Навального и из-за интервью, которое она дала журналисту НБС. Настя думает, что все это из-за ее интервью и свидетельств по поводу дела Навального. Интервью с журналистом США о том разговоре на яхте записано со слов рыбки. Настя сегодня, пока ее привозили из тюрьмы в тюрьму, сумела одолжить телефон, провести трансляцию. Ей передали слова, что депутаты Госдумы хотят, чтобы она сгнила в тайской тюрьме. Она ответила, что тех, кто это хочет, возможно, не любят женщины. Желать зла любому человеку очень низко для Госдумы России. И эти люди ее позорят. Настя официально через свою страницу в Инстаграм попросила США о помощи выбраться из этой ситуации и предоставить защиту в политическое убежище 10 репрессируемым членам команды, которых Россия достала в Таиланде. Просьба распространить слова Насти Рыбки. Ребят, здрасте, кипят полным ходом. Я даже не могу представить, чем закончится данное расследование, но мне бы было интересно снять все-таки логическое завершение. Но на данный момент все факты, которые я вам предоставила, это все, что есть на сегодняшний день. Надеюсь, что вам нравятся такие выпуски. Если так, то обязательно напишите об этом в комментариях. Я еще порою очень много разной информации о жителях Таиланда, а нам есть о чем рассказать. У нас на наших глазах были и покушения на убийство, и были разные случаи кедалово. В общем, ребят, на самом деле Таиланд не такой сказочный и солнечный, как вы думаете, но все-таки это страна, в которую хочет вернуться. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Вы были на канале Везде Хорошо. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и задавайте свои вопросы в комментариях, чтобы мы сняли видео на эту тему. Всем пока-пока!